Как же все-таки правильно использовать витамина в своем уходе и нужно ли? Сегодня я расскажу, как отличить ретинол от ретиноидов от ретиноевой кислоты. Расскажу, как в принципе витамина воздействует на нашу кожу и поделюсь своими любимыми средствами. Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Катя. Здесь я с вами делюсь интересной информацией о коже, об ингредиентах, о питании, о нутрициологии. Учу разбираться и лучше понимать различные составы, ингредиенты. В общем, если это ваша тема, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Сегодня мы говорим о витамине А и давайте начнем с самого начала. Почему же все-таки нам необходимо наносить его на кожу? Меня очень часто спрашивают, ведь можно съесть какую-нибудь, например, морковку и таким образом получить достаточно необходимое количество витамина А для кожи. Вопрос действительно очень правильный, но у организма все работает немножко по-другому. Мы когда с вами съедаем, например, морковку в печени, бета-каротин, который есть в морковке, он перерабатывается и производится как раз-таки витамин А. После этого он распределяется, конечно же, по крови, доходит до кожи, но до кожи он доходит очень в малых количествах. Поэтому для общего, конечно, поддержания состояния кожи очень важно, чтобы витамина А присутствовала в вашей пище. Но при этом, если вы хотите достичь такого именно антивозрастного эффекта, очень важно попробовать включить его именно в свой уход. Почему же все-таки витамин А является поистине одним из самых главных антивозрастных средств косметики и является, кроме того, одним из самых изученных? Так вот, оказывается, что у нашей кожи есть специальные рецепторы, которые напрямую воспринимают витамин А в его чистом виде. Это означает, что мы когда наносим его на кожу, наша кожа понимает этот сигнал и начинает моментально действовать и регенерироваться. В отличие от тех же самых кислот, про которые я говорила и рассказывала, как они работают, витамин А не воздействует на межклеточные связи, благодаря этому там происходит отшелушивание и более такие свежие молодые клетки появляются на поверхности кожи. Он работает глубже, он работает на более глубоких своих кожей, на питермосе и на термосе. При этом он стимулирует эффективный такой рост и размножение клеток. Раз уж мы заговорили о полезных свойствах витамина А, то в первую очередь витамин А очень хорошо исследован и долгие годы исследовался только как очень хорошее средство против акне. Благодаря как раз таки тому, что он помогает клеткам быстрее обновляться, он помогает микрокомедонам не образовываться. Если вы в принципе сталкивались с темой акне, то знайте, что белые точки и черные точки образуются сначала как микрокомедоны в глубоких слоях кожи. Так вот витамин А помогает этим микрокомедонам просто не образовываться. За счет этого кожа очищается и комедонов, таких закрытых боков, становится в разы меньше. Кроме того, на коже витамин А есть такой легкий антибактериальный эффект и как раз таки он предотвращает размножение бактерий, которые вызывают акне. В общем, в первую очередь вам стоит обратить внимание на витамин А, если у вас есть проблемы с акне. Следующая очень важная функция витамина А на нашей коже, это то, что было доказано опять же многочисленными исследованиями, это борьба с фотостарением. Я здесь говорю именно не с последствиями фотостарения, мы об этом поговорим немножко попозже, а именно как предотвращение фотостарения. Для многих, наверное, этот факт прозвучит немножко странно, потому что многим кажется, что наоборот, как мы наносим витамин А, он делает нашу кожу более фоточувствительной и наоборот стимулирует процесс фотостарения. На самом же деле происходит немножко по-другому. Недавно как раз таки проводили такое очень интересное исследование, смотрели, как кожа реагирует на ультрафиолетовые лучи, если на нее нанесен витамин А и не нанесен. Ультрафиолетовые лучи могут негативным образом сказываться на нашей коже и в частности они разрушают выработку коллагена. То есть они блокируют вот эту связь, когда у нас клетки начинают активно производить коллаген, как раз таки возникает эффект фотостарения. Так вот, витамин А, он как раз таки препятствует разрушению коллагена и выработке коллагена в будущем. Это очень интересно, мне кажется, что это один из самых главных факторов, потому что тем самым витамин А как раз таки предотвращает процесс фотостарения. Многие исследования также показывают, что кроме того, что витамин А не только предотвращает фотостарение, он также борется с многочисленными проявлениями фотостарения. Когда ультрафиолетовые лучи на протяжении долгого времени воздействуют на незащищенную кожу, как раз таки возникает эффект фотостарения. Он проявляется в виде морщин, в виде гиперпигментации, таких темных пятнышек и в том числе отеков. И вот исследования показывают, что витамин А как раз таки борется очень хорошо в первую очередь с морщинами, помогает убирать пигментные пятна. Но при этом важно сказать, что для того, чтобы эффект сохранялся, нужно продолжать использовать витамин А достаточно долго в своем уходе. Это означает, что у него нет такого накопительного эффекта, то есть если вы попользовались, например, месяц, заметили какие-то результаты, у вас высветлились, возможно, ваши гиперпигментации, темные пятнышки, и вы перестали им пользоваться, темные пятнышки опять же вернутся. То есть для того, чтобы избавляться уже от кожи, которая пострадала от фотостарения, обязательно нужно очень продолжительное применение. Все виды и все разные формы витамина А практически одинаково воздействуют на нашу кожу. То есть у них у всех есть такой эффект, который помогает предотвращать фотостарение, бороться с фотостарением и также помогать в борьбе с акне. Но давайте сейчас подробно разберем, как различить и в чем разница между различными формами витамина А. Итак, самая чистая форма витамина А, которая называется ретиноевая кислота. Ретиноевая кислота это то, что наша кожа, грубо говоря, понимает. То есть если в чистом виде наносить ретиноевую кислоту, которая также называется третиноин, то наша кожа будет сразу его воспринимать и эффект будет моментальный. В принципе, то же самое происходит с витамином С, с аскорбиновой кислотой. Я говорила об этом отдельном видео про витамин С. Но нужно понимать, что чем более эффективное средство, то есть если он моментально воздействует на нашу кожу, то эффект будет соответствующий. То есть уровень раздражения кожи будет очень значительный. При нанесении третиноина на кожу, например, ретиноевой кислоты чистой, шанс того, что у вас начнется дерматит 90%. Это действительно не шутки, это очень серьезная вещь, с которой многие борются. И я знаю очень много случаев, когда начинали пользоваться третиноином, ретиноевой кислотой. И после буквально нескольких недель, когда начинается действительно очень такой серьезный дерматит, начинается отшелушивание серьезное, просто многие перестают им пользоваться. На самом же деле появление дерматита указывает на то, что это средство работает. И это действительно механизм, каким образом воздействует на нашу кожу. За счет как раз-таки очень такого серьезного воздействия третиноина, ретиноевой кислоты, он продается только по рецепту врача. То есть в Америке, в Европе, да и насколько я знаю, в принципе в странах бывшего СНГ, да, нельзя купить третиноин, ретиноевую кислоту просто так и в аптеке. Напишите мне, если это не так, но на самом деле это действительно серьезная масса, это практически такое же лекарство. Чаще всего третиноин прописывают именно в тех случаях, когда есть легкая или средняя форма акне, когда нужно именно вылечить кожу. И в меньшей степени, например, от морщин или от отеков. Но я также знаю, здесь в Америке очень многие женщины ходят когда к дерматологу, они заказывают себе рецепт именно третиноин, ретиноевой кислоты и используют это как средство против морщин, да, то есть такое антивозрастное средство. Кроме того, очень важно понимать концентрацию ретиновой кислоты и я думаю, что если вы идете к врачу и получаете эту массу по рецепту, то он обязательно вам скажет, какой должна быть у вас концентрация именно для вашей кожи. Но в среднем 0,1% считается очень высокой концентрацией. Также хорошие результаты исследования показались концентрацией 0,05, то есть 0,05 и также 0,025%. То есть это звучит как очень маленький процент, но на самом деле поскольку это прямое идет воздействие на кожу, сама концентрация ретиноевой кислоты может быть очень маленькой. Здесь еще очень важно сказать, что все исследования, которые я сегодня упоминала об эффективности именно витамина А, конечно же в первую очередь говорят о нанесении третиноина, ретиноевой кислоты, то есть в чистом виде. Потому что другие формы, они немножко по-другому воздействуют, у них есть эффект, но он менее, так скажем, заметный. Поэтому в исследованиях чаще всего используется именно ретиноевая кислота. Второе поколение витамина А называется ретинилдегид. Вы тоже можете найти его в различных средствах, но гораздо реже, потому что в первую очередь для того, чтобы наша кожа его восприняла и начала действовать соответствующим образом, с помощью энзимов происходит процесс переработки сначала в ретиноевую кислоту. То есть если вы наносите ретинилдегид на кожу, ваша кожа сначала переводится в ретиноевую кислоту и только потом начинается все омолаживающий процесс. Это очень важно понимать, поскольку все другие виды витамина А, о которых я буду говорить, они все немножко разного поколения. За счет того, что они находятся чуть-чуть дальше от самой чистой формы именно ретиноевой кислоты, они гораздо мягче, в разы мягче воздействуют на кожу. К третьему поколению витамина А относятся как раз таки всем известный ретинол. То есть грубо говоря, для того, чтобы наша кожа поняла воздействие ретинола как такой вази возрастного компонента, на нашей коже нужно будет две обработки его сделать. То есть он два раза делает конвертацию ретинола. За счет этого он является очень эффективным, он достаточно эффективный даже в небольших концентрациях, но при этом он тоже помогает бороться и с фотостарением, и с акне, и даже предотвращать фотостарение. Именно поэтому ретинол чаще всего можно встретить во многих средствах, и он находится в прямом доступе, поскольку он не вызывает такое что ли сильное раздражение, как например ретиноевая кислота. То есть несмотря на то, что у него эффективность такая же, как у например третинаина, но он в 100 раз мягче воздействует на кожу. И вы понимаете, насколько это такой важный элемент, поэтому рабочая, очень такая хорошая концентрация ретинола в обычных средствах, которые вы можете купить в магазинах, это 1%. Одни из самых классных средств, которые я встречала с ретинолом, это бренд Полос Чойс. У них очень классные, продуманные, прямо до мелочей формулы, потому что кроме того, что там есть непосредственно ретинол в количестве 1%, который будет очень раздражающий все равно воздействовать на вашу кожу, в их средствах есть очень много успокаивающих компонентов. И это очень важно, потому что когда вы используете средства с ретинолом, ваша кожа страдает, да, то есть это средство заставляет вашу кожу быстрее обновляться. Естественно, этот процесс достаточно травмирующий, поэтому очень важно, чтобы вы правильно восполняли вот этот разрушенный барьер кожи, чтобы средства были и керамидой, и различные успокаивающие компоненты. У средств Полос Чойс с ретинолом как раз-таки все это в составе есть, мне особенно нравится лосьон 1% с ретинолом, он достаточно легкий. Я как человек именно с комедоном типом акне не очень люблю плотные крема, поэтому если это в виде лосьона, то мне это замечательно подходит. Кстати, у Полос Чойс еще отличный крем с ретинолом для глаз. Вот если вы хотите какой-то именно такой антивозрастной эффект, я всегда говорю о том, что я не очень люблю пользоваться отдельными средствами под глаза, я использую обычные такие работающие средства крема, но вот когда дело касается именно таких антивозрастных компонентов, я считаю, что лучше использовать активный ретинол и использовать специальную его формулу, как крем под глаза. Ну и конечно же очень знаменитый крем от бренда Drunk Elephant, который называется Appassioni, там тоже ретинол находится в количестве 1%. Повторюсь еще раз, это очень такая высокая работающая концентрация, которая также может вызывать действительно дерматит и будет обязательно отшелушивание и так далее. Но в целом именно крем от Drunk Elephant в его составе есть достаточно много масел и он плотнее, чем тот же самый лосьон от Полос Чойс. Поэтому если у вас такая более сухая кожа, более возрастная кожа, то обратите внимание именно на этот крем. Я знаю, что он стоит достаточно дорого, как крыло от Боинга, как я говорю, но в этом средстве действительно собраны лучшие компоненты и баланс этих компонентов ну просто отличный. Поэтому если вы хотите инвестировать уже в антивозрастное средство, я рекомендую инвестировать в очень такие хорошие проверенные формулировки и умные формулировки, где вы не просто получите раздражение на коже и серьезные действительно последствия, но при этом еще будет польза для кожи. Там будут керамиды, там будут и различные пептиды, и различные экстракты и успокаивающие компоненты. Я, кстати, сказала, что в креме с ретинолом от Drunk Elephant есть пептиды, и многие сразу же, наверное, удивились, можно ли использовать пептиды с витамина А. Да, запросто можно. Пептиды не рекомендуется использовать именно в одном уходе с витамином С, потому что происходит не очень такое хорошее взаимодействие, то есть они просто взаимоисключают друг друга. И именно с АЧ и БЧ кислотами. Но вот с витамином А пептиды замечательно работают. Следующая форма очень заменита формой витамина А, которая называется адапален. Адапален очень известное средство, называется дифирин. Я им достаточно давно уже пользуюсь, поэтому могу сказать лично, как он работает. Грубо говоря, это тоже витамин А, который находится в третьем поколении. То есть это практически на уровне ретинола. Но тем не менее, это средство действительно очень эффективное, и это единственное запатентованное средство, которое является отличным именно в борьбе с акне. То есть не только каким-то антивозрастным, но именно в борьбе с акне. Он очень хорошо помогает предотвращать появление как раз-таки микрокминдонов. Работает очень глубоко на коже. И при этом он просто замечательно выравнивает текстуру лица. Я этим кремом уже пользуюсь, наверное, протяжении месяцев 10. Покупаю его в таких вот небольших тюбах. Ну, мне просто удобнее, что они поменьше. Наношу я его, можно сказать, когда только начинала наносить, наносила пару раз только в неделю. Для начала и буквально горошину. После этого я стала наносить чуть чаще. Меня, в принципе, находило до того, что носила его буквально каждую ночь. Но я провела такой интересный эксперимент. Летом я просто перестала им пользоваться. Не потому, что я переживала за гиперпигментацию. Просто перестала пользоваться. Мне показалось, что кожа моя уже выравнилась. Мне нет необходимости им пользоваться. И, наверное, на 2 месяца я полностью от него отказалась. Через 2 месяца я поняла, что мне нужно к нему возвращаться. И я почувствовала действительно этот эффект. За эти 2 месяца, пока я им не пользовалась, как раз-таки происходил, наверное, процесс образования этих микрокомедонов. Он происходит медленно. Поэтому уже к концу, наверное, первого-второго месяца я заметила, что высыпания комедонов стало в разы меньше. Я сразу же подключила снова мой любимый дифферин. И я чувствую его воздействие. Но даже несмотря на то, что я им пользовалась достаточно долго, потом прекратила, я начала с ним опять пользоваться буквально 2 раза в неделю. И у меня начался дерматит. У меня снова начала очень шелушиться кожа. Она сейчас в таком состоянии, когда она гораздо уже лучше, чем была в плане именно высыпаний и акне. Но при этом, конечно, поверхность кожи и макияж ложится не очень хорошо. Поэтому дифферин я действительно считаю очень рабочим средством. Он не зря проходил большое количество исследований. Он действительно работает, особенно для моего типа акне, комедонного типа акне. Я его могу рекомендовать. Но, опять же, рекомендую с осторожностью, потому что это действительно лечебная мазь. Если вы не готовы к такому, ну, немножко травмирующему эффекту на коже, то лучше просто не начинать, либо просто посоветоваться с вашим косметологом. Ну и, наверное, одна из таких последних новинок в семье витамина А – это Granactive Retinoid. То есть это ретиноиды совершенно нового поколения. Сейчас они очень громко звенят. Многие их используют. Они считаются очень мягко воздействующими на кожу. И я расскажу, почему. Полгода назад я, наверное, попробовала вот этого средства от The Ordinary. Это Granactive Retinoid in Squalane. Здесь 5%. По сути говоря, это ретиноид совершенно нового поколения. И, как говорят исследования о том, что он обходит вот эту вот цепь конвертации в несколько уровней, и потом, которая переходит в ретиноидную кислоту, и благодаря этому он воздействует напрямую на рецепторы, но при этом не вызывает такого раздражения, как третиноидная и ретиноидная кислота. Использовав несколько месяцев Granactive Retinoid, могу сказать, что да, действительно, он не так сильно воздействует на кожу. Такого сильнейшего раздражения у меня не было. Тем не менее, я все-таки придерживаюсь мнения, что все, что касается ретиноевой кислоты, ретинола, адаполена, все эти ингредиенты были исследованными очень много лет. То есть их исследовали, проводили действительно испытания, и люди, ученые понимают, да, как это средство воздействует на кожу. Что касается, жли, Granactive Retinoid, мне кажется, это немножко такой, ну, немножко маркетинговый ход. Это действительно очень хорошая вещь, которая не будет раздражать кожу. Отлично, кстати, подойдет для тех, кто только начинает использовать витамин А в своем уходе. Но при этом, все-таки, на мой взгляд, он будет менее эффективный, чем, например, другие виды витамина А. Кстати говоря, если вы будете в составах искать вот это вот средство Granactive Retinoid, потому что он сейчас много где используется, то ищите в составе такое название, как Hydroxypinacolone Retinoid. Я обязательно, конечно же, напишу название. Очень сложное название, но чтобы вы понимали, что если на этикетке заявлено именно антивозрастные какие-то эффекты этого средства, чтобы вы в составе могли найти, какой именно тип витамина А там находится. Как раз-таки вот этот вид на ретинолы сейчас активно используется в средствах бренда Sunday Riley. У них есть очень известное масло Luna, ночное масло как раз-таки с этим видимым ретинолом. И также есть средство, которое называется A+. Оно считается более эффективным. Я его сама не пробовала, но действительно по составу оно должно быть достаточно и мягким, и эффективным. За счет того, что у него кроме нового такого Granactive Retinoid, да, очень мягкого ретиноида в составе, есть также и обычный ретинол. Но еще пару слов об этом средстве от The Ordinary. Я знаю, что многие, наверное, ждут моих отзывов. Я, по-моему, коротко говорила о том, что мне это средство не очень понравилось. Но как раз-таки не из-за того, что в составе есть ретиноид, да, который, конечно же, безусловно, имеет очень хорошее антивозрастное действие, а именно из-за того, что он находится в сквалене. Сквален – это такое маслянистое вещество, которое очень натуральное для нашей кожи, оно не должно забивать пор. Но я все-таки поняла, что мне, наверное, сквален немножко тяжело ложится на мою комби-кожу. Тут очень все индивидуально. Если у вас тоже комби-кожа, не означает, что для вас сквален будет как-то негативно воздействовать. Но просто обратите внимание, потому что мне все-таки ретинолы лучше работают в виде каких-то очень легких сывороток, лосьонов или гелей. Поэтому думаю, что периодически я все-таки буду возвращаться к этому ретинолу от The Ordinary. Может использовать его в те дни, когда я не использую дифирин. Но все-таки вот эта формула с маслом немножко не мое. Еще бы хотела отметить очень такой важный момент, который касается использования витамина А в уходе. Если вы находитесь в стадии планирования беременности или кормите, или беременны в данном случае, то лучше все-таки не использовать витамин А ни в каком виде. Несмотря на то, что действительно нет никаких доказательств того, что он как-то негативно влияет на ребенка, но я думаю, что в принципе лучше не рисковать, потому что никто не будет проводить исследования на беременных женщин, как вы понимаете. Поэтому лучше все-таки избежать, потому что тот ингредиент, который влияет на более глубокие слои кожи. Ну и в целом, если вы решите использовать все-таки какой-то вид ретинола для вас подходящий, следуйте тому правилу, что нужно начинать очень с маленьких доз. Я думаю, что об этом говорят все, это касается кислот, но тем не менее мы все начинаем прям очень большое количество нанесить и ждать результата мгновенного. С ретинолом такой момент не пройдет, потому что чем больше вы будете его носить, тем больше будет раздражения. Поэтому наносим для начала где-то один раз в неделю, может быть два раза в неделю на ночь и смотрим, как наша кожа себя чувствует. Лучше все-таки увеличивать постепенно частоту применения и ждать результатов приблизительно где-то через 2-3 недели. Но лучшие результаты все-таки достигаются именно в долгосрочном применении. Особенно если у вас возрастная кожа, вы хотите бороться с гиперпигментацией, то лучше все-таки использовать, и если вы выбрали использование витамина А в своем таком активном уходе, буквально весь год на протяжении многих лет. Я надеюсь, что вы теперь понимаете разницу между ретиноловой кислотой, ретинолом, адапаленом. Ну и очень такой важный момент, если вы слышите слово ретиноид, это просто означает, что это какой-то из типов витамина А. Поэтому лучше всего, конечно же, заглядывать в состав и смотреть, какой именно тип витамина А находится в том или ином средстве, чтобы понимать, опять же, как он будет воздействовать на нашу кожу. Спасибо, что вы сегодня были со мной, задавайте мне вопросы внизу, и до встречи в новых видео. Пока-пока!